Геннадий Морченко Возвращение Часть первая Глава первая Ой, ну что за люди, а? Откуда же у них руки растут? Все нужно контролировать самому. Ну и если не все, то хотя бы частично, поскольку моя империя за последние годы изрядно разрослась. И Стэдсон физически не успевает за всем следить. Бедняга, у него уже седые волосы появились. А ведь ему кажется еще и сорока, а нет? Я уж намекал парню, мол, подумал бы ты об отдыхе, о помощнике, о личной жизни. Я вон и тоже ною обзавелся на старости лет. А ты, впахивая на меня и на ФБР, сам себя уже не помнишь. Нет, я, говорит, пожизненный холостяк. От женщин одни проблемы. Они только отвлекают от настоящего дела. Надеюсь, он не меня имел в виду и мою Варю, то есть Барбару. У нас-то, слава богу, совет да любовь. На редкость скромный человечек. Когда решил назвать киностудию ее именем, Барбара Филмс, она поначалу всячески противилась. Но я все-таки ее уломал, и, невзирая на природную скромность моей супруги, видел, что ей это чертовски приятно. А ведь в этом году пять лет, как мы с Варей официально муж и жена. Брак был заключен в мэрии Лас-Вегаса 10 апреля 1944 года, через месяц после капитуляции фашистской Германии. То есть данные самим себе обещания мы фактически сдержали, сыграв относительно скромную свадьбу после победы. Хотя Варей была атеисткой, но по моей просьбе наш брак был освящен в русской церкви преподобного Ефимия Солунского. Церковь с разрешения североамериканской митрополии была возведена в рекордно короткие сроки, всего за пять месяцев, а настоятеля в чине иеромонаха мне прислали аж с Аляски, из Анкориджа. Увидев небольшой, но выстроенный по всем канонам православия храм, отец Феодосии перекрестился на сиявшие позолотые купола, подернул рясу и отправился принимать хозяйство. Варю даже заранее покрестили, причем тайком, потому что, по легенде, она была уже крещеной при рождении. Видел, что ей это не очень нравится, но мотивировал необходимость в выполнении нашего задания, создания образцовой семьи, которая необходимо выглядеть своими, в обществе, где семья и церковь шли, можно сказать, рука об руку. Помню нашу с ней первую ночь на американской земле. Случилось это в номере небольшого мотеля на окраине Лос-Анджелеса. Тогда, после почти двух часов беспрерывного секса, сам удивился, что пребываю в такой неплохой форме, Варя откинулась на подушку и выдохнула. «Теперь можно ее умереть». На что я, глядя на ее вздымавшуюся в сумраке грудь, ответил, «Не говори глупостей. Жизнь только начинается». Несколько месяцев мы встречались, изображая случайно познакомившихся людей, прежде чем я сделал Варе Барбаре предложение, от которого она не смогла отказаться, и перебрались в Лас-Вегас. Друзья и коллеги были за меня искренне рады. Никто даже и словом не обмалывался, что такая шишка, как я, женится на вчерашней официантке, да еще и сироте. Жаль, что не могли присутствовать ее родители. Им просто сказали, что их дочь выполняет важные государственные поручения за границей, где вышла замуж. Варя очень переживала, что вынуждена скрывать от отца с матерью свое местонахождение, но переживала про себя. Выдержка у нее была чекистская. На бракосочетание приехали и Науменко, и оба Вержбовских. Даже Гуэр прислал на свадьбу от своего имени огромный букет алых роз, сопроводив его запиской, что желает нам с Барбарой долгой счастливой совместной жизни. А через месяц после торжества глава ФБР, не афишируя свой визит, лично прибыл в Лас-Вегас решить кое-какие дела и в приватной беседе заметил, что очень уж похожа моя супруга на ту девушку, чей портрет он видел у меня давным-давно на столе. А вы наблюдательны, улыбнулся я. И выдал заранее заготовленную версию. Якобы мне удалось по тайным каналам связаться с Варей и даже вызволить ее в Соединенные Штаты, что обошлось в весьма округленькую сумму. Благо девушка оставалась в оккупированной немцами Одессе, которую Гитлер передал Румынии. Я через своих людей нанял контрабандистов в нейтральной Турции, которые через практически не воюющую Болгарию смогли пробраться в Румынию, оттуда в Одессу и вывезти Варю тем же путем, а затем через Ближний Восток и Африку в Соединенные Штаты. Для всех в Союзе она считается пропавшей без вести, в курсе только родители, умело разыгравшие бесконечное горе. А чтобы уже здесь, в Штатах, не привлекать внимания, пришлось обставить наше знакомство как случайное, разыграв целый спектакль, до этого успев сделать соответствующие пометки в приютских записях и снабдив Варю поддельными документами, что тоже влетело в копеечку. На что только не пойдешь, ради любимой женщины. Вздохнул я и тут же изобразил почти натуральное волнение. Надеюсь, мою жену не депортируют обратно в СССР. В противном случае НКВД отправит ее в ГУЛАГ, откуда многие живыми не возвращаются. Да и поддельные документы. Вы же теперь обязаны сообщить в миграционную службу. Не переживайте, мистер Бёрд, рассмеялся Гувер. Как-никак, мы с вами в одной команде. Должны помогать друг другу, так что никто у вас жену не отберет. Во всяком случае, ваша маленькая тайна дальше этих стен не уйдет. А если понадобится, то я надавлю на нужные рычаги, поскольку ни в малейшей мере не хочу быть причиной вашей семейной трагедии. А Барбара, кстати, довольно симпатичная особа. Вы не прогадали. На этом мы с ним расстались, и больше года я с ним с глазу на глаз не общался. Разве что по телефону спорадически получал какие-то рекомендации? Каждый такой односторонний звонок сопровождался моей лёгкой паникой. А ну, как он что-то раскопал. Хотя вряд ли в таком случае он стал бы предупреждать меня об этом звонком, просто прислал бы самолётом своих агентов покрепче, заковали бы нас с Варей в наручники и отправили в Вашингтон. К свадьбе для меня и Варей был отгрохан двухэтажный особняк с живой изгородью, двориком с изумрудной травкой и бассейном. Не приведу же я свою жену в номер отеля, пусть он даже и относится к категории люкс. Тем более, что в доме заранее предусмотрена детская. Варя, не привыкшая к такого рода роскоши, в первый день боялась даже что-то тронуть, чтобы ненароком не повредить. Насилу затащил её в бассейн. Глядя на её мышиного цвета трусики и бюстгальтер, подумал, что надо было заранее заботиться о купальнике, но тут всё равно нас никто не видит, так что лучше вообще плавать без одежды. Тем более, я намеревался завершить наши водные процедуры с овокуплением, что в итоге и случилось. Застенчивость с Варе приходилось снимать слоями, словно шелуху с луковицы. Реальный кастинг в паре голливудских студий, которые она специально провалила, а также работа официанткой, хоть и ассимилировали её немного в американскую жизнь, но советская действительность сидела в моей любимой крепко. Хорошо, хоть в кафе не устроилась от соревнований с вывешиванием портретов лучших работников на доске почёта. А как я водил свою возлюбленную по лос-анджелесским магазинам! После заброски в Штаты она жила более чем скромно, не позволяя себе лишнего. Впрочем, воспитанная в СССР девушка и непривычная к роскоши, всё же по пути на работу из обратно на съёмную квартиру, непроизвольно замедляла шаг возле огромных витрин с платьями, туфлями, сумочками и прочей дребеденью, на которую так падки женщины всех времён и народов. Да что там кривить душой? Нам же мужикам тоже приятно, когда наши жёны и подруги прикинуты по высшему разряду. Вот и я, как только мы официально заявили о своих претензиях друг на друга, повёл Варю на шоппинг. Вернее, повёз, арендовав на весь день практически новенький Бьюик Роудмастер. К вечеру весь багажник был забит сумками и коробками, да ещё что-то закинуто на задние сиденья. И всё это повезли на её съёмную квартиру. Когда я через неделю собирался повторить шоппинг-тур, Варя решительно воспротивилась. Фима, ещё с прошлого раза вся квартира завалена покупками. Да и куда мне всё это надевать? — Я хотел предложить сегодня вечером сходить в театр Пантагес. Там сегодня мюзикл удают «Оклахома» с Джон Робертс. У меня и билеты уже есть. Продемонстрировал я ей два цветных кусочка плотной бумаги. — О, ну ладно. Что-нибудь подберу на вечер. Дело навздохнуло Варе. — Платье. Пожалуй, то, что мы купили в Бёверли-Хиллз. Но там же купленные туфли не надену. У них шпилька высокая. Я на такое ходить толком не умею. Зачем мы вообще их купили? — Надену на среднем каблучке. — И колечко с бриллиантом не забудь. Напомнил я Варе о своём недавнем подарке. В общем, понемногу выводил любимую в свет, приучая к будущей жизни жены-миллионера. Хотя не особо упорствовал, чтобы не перегнуть палку. Хотя вдруг в Варьке проснётся избалованная светская львица. Вот уж чего мне меньше всего хотелось бы. Впрочем, она и сама прекрасно чувствовала меру. Как-то, когда мы остались наедине, задумчиво крутя на безымянном пальце колечко с бриллиантом в три карата. И, закусив нижнюю губу, она грустно вздохнула. — Фима, я такой подло себя чувствую. Там война, а ты на меня столько уже потратил, что на эти деньги можно было купить, наверное, 10 тонн хлеба. Столько советских людей можно было бы накормить. — Не нужно себя корить, дорогая. Ты в Америку не развлекаться приехала, а выполнять ответственные задания. А стране я и так помогаю по мере сил. И, поверь, неплохо помогаю. Просто ты многого не знаешь.